Малые предприятия Малый бизнес всегда готов к инновациям, и малый бизнес всегда готов ответить на любые вызовы. Это мечта, а не клиент. Где у нас проблема? Банки только за эти полгода выдали 3,5 триллиона рублей кредитов. Все, что касается, со слов господдержки, все, что входит по национальному проекту, это всего лишь 2,5 миллиарда. Поэтому, кто сильнее любит малый бизнес, банки или государства, можно сравнить вот по этим цифрам. Но не надо делать такое сравнение. Государство обязано определять правила игры. Не надо, чтобы государство занималось финансированием малого бизнеса. Поменяйте правила игры. Сделайте эти правила игры комфортными для малого бизнеса. Тогда банкам можно будет легче кредитовать этот малый бизнес. Всемирный банк взял и посчитал. Если бы правила игры, которые существуют для малого бизнеса в развитых странах, были использованы в России, то тогда кредитный портфель банка должен был вырасти в три раза. Вот наш потенциал, вот какой рынок мы теряем за счет того, что государственная поддержка, она как бы вот отвлекает нас от реальной работы малого бизнеса. Банки сегодня, эта любовь к малому бизнесу проявляется еще и в том, что банки просто решают те задачи, которые включены в национальный проект. Банки сегодня занимаются цифровизацией в своих взаимоотношениях с малым бизнесом. Банки сегодня занимаются обучением малого бизнеса. Но вы слышали сегодняшнее выступление, это не только консультирование, это еще наставничество. Разница в том, что консультации всегда платны, а наставничество от души. И вот эти русские традиции взаимоотношения банков и малого бизнеса, их надо просто мультиплицировать. Когда говорят о том, что все банки должны, нет, всего лишь 20 банков реально работают с малым бизнесом, но делают это профессионально. Надо просто любить малый бизнес, всем любить, и банкам, и правительству, и общественным организациям. И малый бизнес должен сам себя любить в первую очередь, потому что когда мы говорим о проверках, то оказывается, что у нас половина проверок показывает, что малый бизнес нормально работает. 20% проверяющих, они дают умные советы, и всего лишь 15% это коррупционная составляющая проверок, 10% это влияние конкурентов, и 5% в происке криминала. Так неужели вот эти 30% определяют отношение нашего общества к малому бизнесу? Нет, это не так. Этот форум резко отличается от прошлогоднего, потому что сюда банков приехало очень много. Ну вот список партнеров, тех, кто спонсировал этот форум, желающих выступить на этот форум, очень много. Программа невероятно насыщена, не хватает времени просто на все те мероприятия, которые сегодня здесь проходят. И очень много креативных идей. Причем банки видят свою ответственность не только за свой собственный бизнес, но и за будущее страны. И самое главное, банки сегодня технологически готовы выступить локомотивом, который будет двигать экономику России. И сегодня на сессии, и вчера на заседании комитета мы услышали очень важный результат. У нас было уже несколько заседаний комитета по диджитализации. Сегодня мы услышали конкретный результат. Разработаны технологии онлайн-кредитования субъектов малого бизнеса, которые позволяют принять решение в течение трех минут. А формы государственной поддержки гарантии, решение по ним принимается в течение трех суток. И вот наша задача заключается в том, чтобы синхронизировать эти процессы. Наша задача заключается в том, чтобы информацию, которую дают налоговые инспекции и банки, она была и обратно доступна, чтобы мы могли знать о клиенте те данные, которые хранятся в налоговой инспекции во многих государственных органах, чтобы не надо было требовать бумажной версии документов для получения господдержки. Все документы государство обязано получать в режиме онлайн. Если эти документы зарегистрированы, они являются официальными. В общем, работы очень много.